так продолжаем вынужденность будильник зазвенел поэтому продолжаем то есть нужно толстая два с половиной до трех даже можно до руки будет комфортно поверхностный рез проверим вот вы видите как ее хорошо без напряг полиэтилен именно режет можно даже свернуть в трубочку плотный полиэтилен от парника то есть вот он его рассекает то есть микропилка вот что как бы важно для охотничьих ножей не тоненькое сведение это по продуктам помидорки огурцы нарезать чтобы не колола для охотничьего прочность нужна именно агрессивность реза режущей кромки где 90 mp другой еще смотрим тут тоже сведение странное здесь я говорил полу линза здесь прямой и скандинавский спуск в конце залинзованы так как геометрия странная на первый взгляд смотрите как получается сразу такой срез мощный то есть я к этой геометрии пришел ну не то чтобы самостоятельно подглядел у японцев режет конечно хорошо мне нравится как бы 90 mp режет именно дерево хочу еще там резать в лесу не гвозди рубить ну в конце концов мы можно хотя киши гвозди подрубить можно больше убить чем попал как один мой товарищ рассказывал поехали куда-то пригород новостройки там лифт залезли в лифт а вылезти не как был новостройка лифт то ли работал то ли не работал поехал а потом они там застряли никого нет они там орали орали до утра пришлось сидеть а так бы бред если посоляешь неделю а был бы нож пришлось бы как консервную банку лифта скрывать хотя сомневаюсь конечно вскрыли бы но шанс шанс был бы так твердая рябина да хорошими на впивается и не просто так ну что могу сказать сырую ветку срубит вообще моментально она даже не заметит сухую рябину звенит не гнилую плотную строгать сложновато вот поверхностный рез на стол и легким если уже не режет все так смотрим этот и кутик кстати по поводу и куда если мясо резать полумороженное замороженная там например грудка курина из морозилки вытащили из холодильника чтобы не ждать пока она разморозит сразу можно нарезать сведение желательно все таки делать не крутую линзу крутая линза она все таки наверно для прочности больше а вот больше немножко пологую тогда режет вообще изумительно то есть вот я вчера его подточил чуть чтобы он больше был так он вообще понимаете даже он вот в чем якут интересный он получается заточка каплевидная здесь выпуклая линза здесь прямая но получается так как , он режет даже можно не протягивать а прямо вот видите прямым вот таким сострагиванием он как бы словно снимает ее то есть мы не знаю видно там наверно не видно полиэтилен то есть не протягом вот как вот я видите про протягом ножи там режут а именно прямо стругом вот прямо перпендикулярно то есть он интересный у него такой рез получать своеобразный то есть именно без напряга можно конечно за простая тоже углеродка какая-то от детали от трактора валялась не знаю на поле даже не знаю как где-то у меня тут отсуток валяется я не хочу сделать еще а вот нашел тогда в прошлый раз не показал вот кусок остался два ножика из него уже сделал один дома вот остался ногу потом покажу ручки железного дерева уже сделаны на тесты потом попробую протестировать жена не хочет отдавать никому гать себе оставлю вот вот этот кусок из него еще сделаю нож отличная железка вот из него якут сделал ржавеет но нож кстати не сильно ржавеет то есть если какие-то другие углеродистые я буквально положу там 35 минут уже на на все а этот нет даже влажный лежит ну чуть-чуть там потемнение то есть он закален здесь тоже зонная закалка у меня получилось вот здесь вот идет обувь сырой можно так тоже колить принципе так в общем наверное все что еще хотел сырую там деревяшку не знаю буду не буду сейчас пока смотреть порежу тут еще кое-чего потом может быть если интересно кому-то будет сейчас попробуем подождите пластиковая здесь есть доска сейчас мы попробуем тоже из полиэтилена да вот видно наглядно какой там именно когда как замороженный продукт вот она стружка выходит как будто это мороженая рыба допустим да вчера готовил использовал этот нож для готовки удобные картошку им чистил и нарезал все отлично вот этот хорошо режет на его сейчас переточить бы мне сейчас не очень удобно брать тогда это собьется на грубом сейчас попробуем разницу сейчас я не тропил туда на мелком завесеннице беру карбарун по-моему это карбарун ох да чувствуется заусенец немножко убрать критские ножи кстати тоже они более такие у них и кос кос ими режут и фрукты и все я видел апельсинчики чистят удобные но единственное я бы все-таки сделал вот что я бы на критском ножи он не очень удобен в чем в ком плане вот это раздвоение у него рога они удобны для того чтобы палец захватывать он видимо для этого сделано вот это раздвоение палец ложится идеально для укола что так что в принципе так мы скорее всего его так держит пальцы кладут вот сюда выемки а здесь сюда ну и колят там кого-то не знаю свиней кого они школят кос в основном упор я бы здесь бы взял и сделал бы намотку до упора тогда бы упора не было по сути дела кожу намотал бы получилось бы толстая рукоятка более привычная нам и тогда бы не было этого и упора в принципе нельзя было бы его как его и рукоятка не было бы такой круглый а была бы более такой вот скажем а сюда вставил какой-нибудь например резина резиновые намотал бы жгутик чтобы утолщение было в середине а на него уже кожаный ремешок из кожи намотал бы получилось бы такая бычкообразное утолщение было бы удобно в принципе но что геометрия очень такая красивая него идет обратно внимание большая рекурова потом наверх как у пчака ну вот кончик идет сюда прогиб и подъем к концу небольшой и здесь такие фальшизмы с этой с этой стороны небольшие идут но здесь рисунок обычно делают иногда делают какую-нибудь такую насечку скорее всего рыбу чтобы очистить вот она здесь идет тут она заполирована а бывает более такая грубая чтобы рыбу чистить вот этой частью я тоже потому что это именно декор такой но он как декор но и рыбу им чистить удобно там они вот такие на пила крест-накрест идут и получается такая как пилкой чешую снимать и рыбаки используют кости обычно идет рога коровы или козы козьи рога вот дедушка делал уже ему сколько лет видно такая кустарщина какие-то видно гвозди убиты ну хорошая вещь конечно так давайте попробуем резанем и так это сосна у нас вот это сосна сейчас я попробую для себя просто или это не сосна береза береза так сейчас я веточку эту где она рябиновую да вот видите то что я и говорил сразу появилась такая некая агрессивность резан конечно режет хуже чем углеродка но преимущество что он не ржавеет даже соленая морская вода две-три точки появится в стакан соленой воды опускал морской две-три точки буквально и все то есть даже держит морскую соленую воду режет вполне вполне себе как типа девяносто пятка мера может быть на уровне таком и режущую кромку удерживать вот он что-то зашкурит да для похода пойдет конечно можно у них обычно идут пластик обтянутой кожи и просто вставляется носится обычно за пояс сразу вымыл и все как кинжал ладно все братцы так более-менее я посмотрел для себя ну и вам может быть интересно будет да вот это D90 MP конечно монстр монстр железка у меня порошков других не было сравнить это самая конечно крутая железка какую я когда-либо видел еще хорошая бывает шахашка если термичить и R6 M5 это вот стали с которыми я вот такими работал инструментальными R6 M5 больше всего шаха чуть-чуть и D90 MP это уже наверное пятая или шестая работа ну все братцы отключаюсь всем пока порежу еще посмотри пойду домой чай пить